Массовой проверки не ожидается, но повод для активных действий есть. С марта на дорогах Иркутска пострадали уже 30 байкеров. Один из них погиб. Можно ли переломить проблемную ситуацию, выяснял Павел Марчков. Завести этот мотоцикл сейчас вряд ли получится, да и некому. Его владелец находится в больнице с подозрением на перелом руки. Мужчина ехал по Байкальской и на всей скорости врезался в авто. Предположительно, его водитель попросту не заметила байкера и начала разворачиваться. Удар пришелся прямо в водительскую дверь. Очевидцы уверены, мотоциклист превысил скорость. На предличной скорости. Он даже встать не смог, приехала скорая и его на носилки положили. Его перебинтовали, экипировку сняли и увезли в скорую. Параллельно с лечением будет проходить и расследование аварии. Столкновение с участием мотоциклов летом становится обыденностью. С марта в областном центре произошло уже 28 таких ДТП. Можно также отметить, что не все ДТП с участием мотоциклов и мопедов произошли по их вине. Конечно же, здесь и вина автомобилистов есть, которые либо не заметили, либо по каким другим причинам совершили правонарушение. После аварии все мотоциклы попадают сюда на специализированную арестплощадку. Здесь они могут храниться несколько лет, как вещественные доказательства. Кстати, многие водители и пассажиры всего этого транспорта в авариях либо погибли, либо получили серьезные травмы. Сейчас на стоянке почти полсотни байков и почти каждые три дня сюда привозят новые. Некоторые из представленных становятся, что называется, передвижной экспозицией. Сотрудники ГИБДД используют их в качестве мотиватора во время профилактических акций. Для подтверждения слов инспекторы раздают прохожим специальные книжки с правилами поведения на дороге. Обладателем одной из них стал восьмиклассник Илья Королев. Юноша сейчас ездит на велосипеде, но на байк решил не пересаживаться. У меня друг просто на мотоцикле разбился, у него головой ударился. Я после этого сам не хочу кататься. Это еще раз подтверждает, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что не стоит нарушать правила. Хотя, конечно, остается надеяться, что источников такой мотивации будет как можно меньше. Павел Марчуков, Виталий Перетолчин. Новости по будням.